Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Здоровый разговор. 13.03 точное время. Меня зовут Павел Филиппов. И сегодня здоровый разговор у нас будет с Мариной Харитоновой, главным врачом Свердловской областной стоматологической поликлиники, главным внештатным специалистом и стоматологом Министерства здравоохранения в Уральско-федеральном округе, доктором медицинских наук, профессором. Марина Павловна, добрый день. Добрый день. Говорить мы сегодня будем о стоматологической помощи, о зубопротезировании, об ортодонте, ортодонте это называется? Ну, если мы думаем об одном и том, что да, об ортодонте. Задавайте ваши вопросы, пишите нам, пожалуйста, плюс 7 953 385 0923. Смотрите, у нас вроде бы в стране работает система ОМС. Обязательного медицинского страхования. Но всегда возникает некий вопрос, а что в нее входит, что не входит. Вот входит ли стоматологическая помощь, если входит, то в каком объеме, в систему ОМС? Как это работает? Ну, система у нас в стране, система ОМС не вроде бы работает, она работает. И работает в полном объеме, и даже включая стоматологию, это было всегда. Ну, во всяком случае, на протяжении последних 10 лет стоматологическая помощь по системе ОМС оказывается в плане терапии в полном объеме, в плане хирургии в полном объеме, в плане детства в полном объеме. Ну, а та самая ортодонтия и ортопедия, о которой вы говорили, это, конечно, платный вид услуг, если не считать, что в ортопедии есть все-таки льготное зубопротезирование, то есть для определенной категории граждан, это тоже бесплатная услуга. В ортодонтии тоже есть маленький кусочек, так же, как и в ортопедии, бесплатного оказания ортодонтической помощи по жизненным показаниям детям с определенной патологией. Поэтому, в принципе, бесплатная, условно-бесплатная стоматологическая помощь у нас есть. Она есть на территории всей Свердловской области, она есть в городе Екатеринбурге. Но понятно, что возникает некая проблема, как и, может быть, здравоохранение в целом. Это запись лечения по системе ОМС. Мы это не скрываем, особенно в стоматологии, когда продолжительность и длительность лечения ведь очень бывает такая многоэтапная и долгая. То есть один пациент, записавшись по системе ОМС один раз, может продолжать это лечение на протяжении нескольких месяцев, потому что у нас на лечении одного зуба бывает по 3-4 посещения и так далее. Поэтому, может быть, многими кажется, что кто-то попал, и вот его все лечат бесплатно, а я вот никак не могу оказаться в кресле по системе ОМС, вылечить зубы. Смотрите, а какого качества эта помощь, та, которая оказывается в системе госгарантии? Потому что у меня возникает вопрос, а почему же тогда такое количество платных клиник возникло? Ну, это исторически сложившаяся ситуация платности в стоматологии, это когда еще в 90-е годы у государства практически не было денег для финансирования стоматологии, она всегда была очень затратна. Стоматологам разрешили частично ввести вот этот платный вид услуг на уровне государственных клиник. Дальше, значит, естественно... Хозрасчет тот самый, да? Да, да, хозрасчет, это там по УЕ, но все это было в 90-е годы. И потом, конечно, стали формироваться частные клиники, их сначала было немного, но потом... Тут очень сложно сказать, понимаете, у нас не хватает статистики. Я тоже всегда удивляюсь, неужели такая востребованность частных клиник, даже в городе Екатеринбурге, там около 300, или это все-таки такая видимость востребованности, и врачи, ну, так скажем, просиживают большую часть времени или работают неполный объем, ну, как бы, возможно, там с 8 до 8. Возможно, у пациентов какие-то стереотипы зарабатывают. Да, потому что у нас нет статистики, к сожалению, о том, сколько там врачей работает, сколько пациентов там лечится, какой объем услуг они получают. Вот нехватка вот этих статистических данных, она и не позволяет нам проанализировать, почему их так много, зачем их так много, и что там происходит. Ну, если они есть, если учесть, что это вроде бы как бизнес, и он должен окупаться, и, как вы правильно совершенно сказали, в стоматологии затратная история, в том числе с точки зрения организации поликлиники, в том числе с точки техники и так далее. Ну, наверное, в этом есть целесообразность какая-то, наше предположение. Ну, может быть, нет, но целесообразность, наверное, есть, но я думаю, что все люди адекватные и не могут открывать стоматологическую клинику частную, если она как минимум не окупается. Но, может быть, еще жители нашего города не очень знают и понимают, что в государственных клиниках тоже есть платный вид стоматологической помощи. Собственно говоря, так же, как и в частной клинике, ну, я бы так сказала, может быть, с большими какими-то гарантиями и возможностями все-таки разбить это лечение на платное и бесплатное. Вот. Ну, клиники частные, да, растут, размножаются прямо как грибы. А у нас аптеки и частная стоматология. И, да, частная стоматология. Ну, кстати, бизнес медицинский, не стоматологический, ведь тоже с годами все сильнее, сильнее, сильнее увеличивается. И тоже же возникает вопрос, а кто в этих стационарах находится, что там вообще происходит и насколько они прибыльные, насколько они, ну, так скажем, с точки зрения бизнеса интересные. Ну, давайте вернемся к стоматологии все-таки. Смотрите, вы упомянули здесь условно-бесплатное лечение. Давайте просто расскажем. Это условно-бесплатное. Нет, это ваши слова. Условно-бесплатное, потому что у нас система ОМС работает как общий котел. То есть мы в него платим, да, и потом финансируется из этого оказание бесплатной медицинской помощи нам. Да. Все так? Да. Момент номер один. Второе. Если говорить, вы упомянули здесь терапию, что входит в терапию, когда мы говорим про стоматологию? Нет, я как бы говорить о том, что эта помощь условно-бесплатно, значит, давайте сразу договоримся о том, что пациент может получить или стопроцентно помощь по системе ОМС, то есть вылечить зуб, или он лечит его по платным услугам в государственной или в частной клинике. Соплатежи... То есть либо так, либо так? Да. Соплатежи, они невозможны, они запрещены, они уголовно наказуемы. То есть доплатить... Вот был когда-то давно, больше 10 лет назад, вот этот переходный этап, когда можно было доплатить за материал или еще за что-то, и вот была такая каша, в стоимость ОМС этот материал какой-то входил, еще пациентам за что-то доплачивал. То есть это, конечно, было юридически и финансово неправильно. Значит, поэтому на сегодняшний день или мы лечимся платно, или мы лечимся бесплатно. Это первое. В терапии вы можете провести профессиональную гигиену полости рта, ну понятно, что провести осмотр, консультацию, гигиену, вылечить кариес, пульпиты, периодонтиты, пародонтиты, то есть все, что есть... Весь комплекс. Все, чем занимается врач-терапевт, вы все это можете получить по системе ОМС. Так. В детстве, значит, при оказании терапевтической помощи все то же самое. Хирургия. Вы можете удалить зуб. Я еще забыла сказать о том, что оказание неотложной помощи, даже предварительно записываться не надо. То есть при оказании неотложной помощи, вернее так, неотложной помощи оказывается как бы в день обращения в обязательном порядке, и сроки ожидания там не должны превышать двух часов. Но, правда, не надо этим злоупотреблять, потому что любой врач и даже регистратор может оценить, так скажем, острая у вас боль, или вы просто хотите быстро попасть к стоматологу. Состоянию пациента. Да, по состоянию пациента. Поэтому здесь все в полном объеме можно получить по системе ОМС. Но я еще раз хочу сказать о том, что, может быть, вы с этой точки зрения поняли в моей фразе, что условно бесплатно, то, что все-таки объем оказания стоматологической помощи по системе ОМС, он не безграничен. То есть у нас есть определенные объемы в каждой поликлинике, под эти объемы определенная финансовая составляющая, и мы буквально на каждый день рассчитываем, сколько у нас сегодня бесплатных условно, условно, вот откуда это слово, условно бесплатных. Я почему говорю условно? Потому что у нас нет ничего бесплатного. Вы правильно сказали, да. Сколько талонов на сегодняшний день мы можем выложить для записи по системе ОМС. Та самая квота? Можно и так назвать? Ну, можно и так назвать. Потому что если мы, предположим, в начале года до бесконечности сделаем этот неправильный расчет, то во второй половине года у нас просто не будет возможности оказывать ту самую бесплатную стоматологическую помощь, ну и будет, наверное, не очень хорошо. Хорошо. Следующий наш момент, который хотелось бы обсудить, это льготное зоопротезирование. Да. Для каких категорий... Оно существует? Во-первых, давайте начнем с этого. Оно существует 20 с лишним лет. Для каких категорий граждан? Ветераны труда, труженики тыла реабилитированы. На сегодняшний день ветераны труда это самая большая очередь по этой статье, потому что как бы это звание, оно продолжает, оно присваивается, да, оно постоянно, люди получают звание ветерана труда, и, конечно, эта очередь постоянно растет. А вот труженики тыла реабилитированы, практически очереди никакой нет, и там любой человек, относящийся к этой категории, может получить ортопедическую помощь бесплатно, но если не в день обращения, то в очень ближайшее время. Если там не требуются подготовки, да, там... Я могу подтвердить, моя мама получила недавно. Да, сроков ожидания нет. Мы даже... Деньги, чтобы не оставались, их все равно нужно, понятно, что израсходовать, и мы к этим людям обращаемся, чтобы, пожалуйста, приходить. То есть присылать приглашение, как в какой-то... Да, 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 то есть если люди стоят в очереди, и все-таки они к нам не идут, мы обязательно звоним, приглашаем, ну, так, чтобы они не были забыты, и мы им оказали вовремя стоматологическую помощь. Но если мы говорим про зубопротезирование льготное, там все равно есть какие-то ограничения. Условно, хай-тек имплантацию, наверное, не сделают, да? Ну, вообще имплантация, как хирургическая помощь, о которой я сказала, что она бесплатная, имплантация – это начальный этап ортопедической помощи. Это не в чистом виде хирургия. И это является некой заменой съемному протезированию. Это эстетика. Поэтому имплантация даже в разделе хирургическом, она стопроцентно платная. Ну, понятно, что потом ортопедия идет платная. Но ортопедия, она и до Октябрьской революции, после нее она всегда была платная. Поэтому, значит, вот эта льготная категория граждан, они получают ортопедическую помощь, конечно, без вот этих вот эстетических каких-то вариантов оказания ортопедической помощи. То есть имплантация не показана. Металлокерамика за керамическую массу, согласно приказам Минздрава, пациента оплачивают. Но это, мягко говоря, невеликие деньги. Но в основном это уже та категория лиц, которой все-таки показано. Бюгельное протезирование, съемное протезирование, ну, изредка мастовидные протезы. Так что практически тоже все виды услуг. То есть все получить... Ну, виниры, понятно, тоже это эстетика. Это уже эстетика. Там вообще как бы не относится этот вид услуг к данной категории граждан. Ну, вот нам пишут. Можно острый вопрос? Да. Вам надо, видимо, побывать самой, как пациенту в таких государственных клиниках. Обслуживание ужасное. За каждый час берут деньги. Врачи навязывают дополнительные услуги. А с чисткой зубов вообще мне отказали. Сказали, зачем вам? Не надо. Цены одинаковые, поэтому я лучше пойду в платную. Записаться на прием в 7 утра. Надо приходить на бесплатный зуб выдернуть. Так, сидеть в очереди часа два. Что это такое? Напишите, пожалуйста, где это пришло. Мне тоже всегда вот так вот, когда так пишут, то всегда хочется, чтобы люди себя называли, называли клинику, где происходит то, что происходит. Ну, собственно говоря, да, чтобы получить бесплатный талон, никто ведь и не говорит, что можно прийти в любое время дня и в этот же день попасть. У нас есть несколько видов записи. Самое главное, что это запись через госуслуги, через регистратуру 96 и, в конце концов, вот в областной стоматологии, колл-центр. Понятно, что там тоже не всю секунду возьмут трубку и будут говорить, что там ждите, как освободятся, там вас запишут. У нас в колл-центре работает порядка четырех человек, поэтому, ну, как бы дозвониться вполне реально. Ну, я сразу говорю, что это не с первого раза, как в любой большой клинике. Вот, поэтому это раз, да, приходить надо рано. Дальше, чтобы вот, хотелось бы, чтобы наши пациенты тоже к нам относились более-менее уважительно, чтобы говорили о том, что человеческий орган, как зуб, его не вырывают, его удаляют. Сроки ожидания, как я уже сказала, два часа, потому что у хирургов параллельно существует еще запись по, как бы, такая плановая, и понятно, что там неотложная помощь, она вписывается там в промежутки. Но я не думаю, что в какой-нибудь клинике нестоматологическое, придя к хирургу для какой-либо манипуляции, вы прямо в ту же секунду окажетесь у него там в кабинете. Можно зайти сейчас в любую травматологию, да, в любую травматологию и посмотреть на все это. Поэтому выбор есть. Пациентка тут сама сказала о том, что лучше она пойдет в частную, но пусть попробует в частную. Наталья в клинике на 40-летие октября. И вот пишут, что через госуслуги сложно, нет места. Но, тем не менее, запись существует. Запись существует. 40-летие октября поликлиника известна. Она относится к автономно-некоммерческой организации Оно-стоматология. Она как бы не государственное учреждение, это автономно-некоммерческая организация. Но в системе госгарантии работают. Они работают в системе госгарантий, да. Хорошо. Про ортодонтию давайте немножко поговорим. Мы уже упомянули. Давайте вообще с определением разберемся, что это такое. Потому что ортопедия... Ортопедия – это когда зубы... Ортопедия, зубы, нет, неоднокардиои. Ортопедия – это, чтобы было понятнее, это врачи, которые восстанавливают целостность зубного ряда. Если говорить простым языком, они вставляют зубы отсутствующие. Понятно. Они делают коронки, мосты, съемные протезы, такие-сякие. Они восстанавливают. А ортодонты, они изменяют, нормализуют прикус у детей и у взрослых. У нас зубы должны находиться в определенной позиции для того, чтобы происходила правильная функция оживания, разговор и так далее. Вот это называется прикус, если совсем по-простому объяснять. То есть верхние зубы должны слегка перекрывать нижние, там совмещаться с жевательной группой зубов, чтобы пережевывать пищу, чтобы откусывалась пища. Но не у всех людей это так бывает. Бывает, что, например, передняя группа зубов чуть вперед или, наоборот, чуть назад. Ну, различные варианты. И ортодонты – это специалисты, которые вот этот прикус нормализуют. Они нормализуют прикус у детей, который сформировался неправильно по каким-то причинам. Недоразвитие челюсти верхней или нижней, злоупотребление соской, сосание пальца, генетическая предрасположенность. У взрослых людей ортодонты исправляют, может, даже возникшие нарушения прикуса, связанные с парадонтитом, связанные, может быть, с травмой какой-то, после которой, или, например, с ранним удалением зубов, из-за которой потом там все в зубы сместились. То есть это люди, которые нормализуют прикус для того, чтобы весь зубной ряд был ровный, красивый и правильно смыкались зубы. Ну, то есть эстетическая составляющая здесь тоже есть, но она может быть не главной. Эстетическая составляющая всё-таки она здесь преобладает, но при неправильном прикусе всё-таки есть и нарушения жевания, которые могут приводить к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, то есть и медицинская составляющая. Они вот как-то идут, ну, параллельно. То есть это не просто такая блажь, чтобы у меня нос был там прямой, там уши прилегали, и зубы были ровные, там вообще белые и так далее. Это тоже есть, но всё-таки цель – это функциональная составляющая. У меня дочь вчера, ей поставили в 7 лет вот эту конструкцию на верхнюю челюсть, да? И вот мы вчера просто её вытаскивали для того, чтобы прочистить, а их надо чистить каждый день, да? Обязательно. Это основная проблема в ортодонте – это, конечно, вот профессиональная гигиена полости рта и правильный индивидуальный уход, потому что зубы можно выровнять, а после снятия брекетов можно их все удалить. Если будет плохая гигиена, там будет кариес, потому что вот эта брекет-система, она как бы прилепляется. Можно, помимо брекетов, существуют ещё и различного рода пластинки, и надо понимать, что после ношения брекетов ваша дочь, когда их снимут, она будет ходить ещё в специальном аппарате практически всю жизнь. Ну, там не брекеты, там именно съёмная конструкция, я не знаю, как это называется. А, пластинка у неё. Пластинка, да, наверное. Ну, пластинка, наверное, снимается, и вам хорошо… Да, и вот это вот удобнее, потому что брекеты, когда вот эти вот металлические резиночки, все вот эти вот вещи прочищать достаточно сложно. Ну, я могу просто ещё раз подчеркнуть, что это всё делается в системе госгарантий, то есть мы вот получили в обычной поликлинике… Ну, вот это то, что я сказала, тот кусочек ортодонтии, который показан детям, но по жизненным показаниям я, может, это так громко сказала, но которое может привести к заболеваниям уже внутренних органов систем, не связанных с ротовой полостью. Ну, здесь функциональное, скорее, вещь. Да, да, да. Мы пока об эстетике не очень задумывались, но тем не менее. Хорошо, давайте всё-таки вернёмся к стоматологической помощи. Какова механика? То есть если человек, не знаю, там… Мы понимаем, что нужно приходить к стоматологу раз в год. Ну, хотя бы в полгода или раз в год. Полгода-год, да. Как записываться, если ничего не болит? Что говорить нужно? Или вот там через госуслуги, например, помимо? Вот вы через госуслуги, например, сегодня можете попросить записать вас через месяц для проведения профессиональной гигиены полости рта. Так. Заранее надо просто это делать, а не когда вдруг у вас появилось три дня свободных, и вы не можете попасть к стоматологу. И это, конечно, так несколько возмущает. И как так? Вот у меня есть три свободные дня, а вы меня не можете принять. Человек всё это планирует. Мы же планируем все остальные действия. Там покупку, там, я не знаю, билетов. Там ещё какие-то вещи. Это плановая процедура. Записаться на профессиональную гигиену полости рта. Во время этой профессиональной гигиены вам скажут, какие у вас есть ещё проблемы. И как я всегда уже говорила, за полгода у вас больше, чем среднего кариеса. И то вряд ли не нарастёт и не появится. Поэтому закончили профессиональную гигиену полости рта, через месяц вам её сделали, через пару месяцев вам тоже надо где-то в записной книжечке написать, что на основу записаться на профессиональную гигиену полости рта. И как раз у вас будет получаться там два раза в год, вы бесплатно будете получать профессиональную гигиену полости рта с осмотром и с теми какими-то патологическими процессами, которые у вас выявят. Если после профгигиены у вас выявят патологические какие-то изменения, ну, тогда вы снова просто выходите из кабинета и записываетесь уже теперь конкретно к терапевту, к хирургу. К нужному специалисту. Да, к нужному специалисту. Вот из того самого сообщения, что с чисткой зубов вообще отказали, может ли быть так, что человек записался на осмотр, на профессиональную гигиену полстерта, а она не понадобилась? Такое бывает? Крайне редко. Всё-таки крайне редко, да? Крайне редко, потому что ведь чем отличается индивидуальная гигиена от профессиональной? Тем, что человек всё-таки не в состоянии механически, обычной щёткой и пастой, прочистить межзубные промежутки. А где у нас налёт откладывается? Они откладываются между зубами. Даже если они плотно стоят, всегда видно, что вот межзубные, там даже такие-то как тёмные полосочки. Это всё делается во время профгигиены специальными штрипсами. Человек плохо прочищает, он просто это не может сделать хорошо, жевательную поверхность жевательных зубов. Вот у тех зубов, где такие там бугры, вот в этих вот буграх и фиссурах, там тоже скапливается налёт, его тоже сложно прочистить. У детей, кстати, эти фиссуры запечатываются для того, чтобы эмаль до конца сформировалась. Если есть какие-то ещё нарушения ортодонтические незначительные, то есть бывает там зуб немножко в наклон идёт и на другой находит. То есть всё, что трудно прочистить самому человеку, это и делается на профгигиене. Поэтому для профгигиены в том или ином объёме работа всегда есть. Хорошо. У нас с вами две минутки буквально осталось, чтобы до конца обсудить то, что мы с вами хотели обсудить. Итак, записаться можно через госуслуги. Да. Через колл-центр. Да. Через регистратуру. Регистратуру 96. Да. Как называется. И прийти в регистратуру и записаться. Хорошо. С острой болью каковы, я думаю, что... С острой болью вы сразу идёте в поликлинику по месту жительства и в регистратуре говорите о том, что у вас острая боль, что у вас очень болит зуб, и в течение двух часов вы должны эту помощь получить или терапевтическую, или хирургическую. То есть есть такой норматив? То есть, да, не отложка. Это когда зуб приходится удалять, предположим, у вас там отёк и всё остальное, или накладывается мышечковистая паста, или просто раскрывается полость зуба для того, чтобы дать отток тому эксудату, который причиняет вам боль. Когда речь заходит о платной помощи, то есть где та самая граница, когда водораздел, где платная, где бесплатная? А никакого водораздела нет, это ваше собственное желание. Это во-первых. Ну или когда речь идёт всё-таки об эстетике? Да, если вы всё-таки как бы планируете, например, имплантацию, если вы планируете, может быть, брекеты в комплексе со всем этим, то, конечно, к ортопеду вы пришли, с ортопедом решили, что лучше сделать имплантат, а не мастовидный протез. Ну, понятно, что дальше всё пойдёт платно. А консультации сама по себе, в каком она, как она оказывается? Консультации всё-таки у ортопедов и у ортодонтов, они тоже платные. Тоже платные. Да, потому что там идёт другие рентгеновские снимки, компьютерная томография, анализ, расчёты и так далее. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами сегодня Марина Павловна Харитонова, главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук и профессор. Спасибо вам большое и всем желаем здоровья. Спасибо вам стоматологического здоровья всем. Здоровый разговор Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалистов. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.